друзья всем привет с вами компания про тюнинг меня зовут игорь и у нас начинается новая рабочая неделя мы только с выходных отдохнувшие с новыми силами готовы делать проекты с вашими автомобилями присаживаться поудобнее в этом выпуске будет очень интересно и поехали еще раз вернемся к ford raptor который мы показывали на прошлой неделе мы на эту машину устанавливаем лифт комплект чтобы автомобиль стал еще выше и сейчас у нас уже все на своих местах еще раз хочется пробежаться по всему комплекту показать вам как это выглядит на машине потому что на самом деле я бы очень сильно впечатлен во-первых поворотный кулак у нас уже на месте к я говорил он у нас более длинный для того чтобы у нас колесо стало еще ниже если мы бы просто поставили поворотный кулак то это повлекло бы за собой кучу других проблем потому что у нас колесо относительно кузова съезжает вниз из-за этого у нас уже рулевая рейка привода будут работать немножко на излом это неправильно рычаги будут стоять не в своем положении все 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 абсолютно у нас просто пойдет ну по одному месту естественно что такого не произошло помимо поворотного кулака у нас сюда устанавливается проставка под подрамник к которым уже крепятся рычаги чтобы они у нас тоже стали чуть ниже чтобы выровнялись когда автомобиль станет на колес чтобы они у нас были не в таком положении пушить неправильно а вот в ровно горизонтально поверхности земли далее еще проставки у нас идут под передний мост чтобы у нас также вырылся очень все агрегаты все узлы которые необходимо чтобы они правильно работали в правильных углах так далее все это у нас опускается чтобы все было на одном уровне и еще забыл добавить то что даже под амортизатор она ставится еще одна проставка чтобы его не разжала чтобы он остался в своем заводском положении это по передней части теперь давайте перейдем назад на задней оси у нас не так много изменений потому что здесь у нас конструкция гораздо более простая ставится проставка между рессорами и мостом никаких дополнительных проставок у нас здесь принципе не будет потому что у нас сразу мост съезжает немножко вниз и машины сзади становятся выше единственное что нам осталось поставить это проставка под кардан посередине чтобы у нас также он не работал на излом а то что чтобы кардан был собственно ровно в своей плоскости чтобы крестовину у нас не так быстро изнашивались и так далее в общем все это сделано с умом с головой чтобы это работало долго на этом автомобиле чтобы она не повлекла за собой никаких изменений в плане ресурса этой машины а на следующем посту у нас стоит range rover эвок машина приехала из нашего автосалона сразу в тюнинг про что я всегда говорю то что вы можете новый автомобиль купить и сразу же сделать в нашем тюнинг-центре даже бывает такое что некоторые люди сразу не идут смотреть автомобиль а сразу отправляют его к нам и тем самым вы экономите очень много времени своего личного на свой собственно автомобиль потому что вам не нужно будет искать новый сервис тюнинг ателье и так далее чтобы делать все эти работы все это делается сразу у нас так вот на этой машине мы делаем полную оклейку кузова прозрачный полиуретан дополнительно заклеим еще элементы салона потому что там есть очень много черного глянца который всегда абсолютно царапается и установим сюда сигнализацию с автозапуском чтобы был более комфортный пуск автомобиля дистанционный с приложения с телефона это можно сделать в принципе из любой точки мира при условии того что автомобиль будет подключен к интернету и сейчас как видите мастера у нас размер размечивают пленку накинули на боковую часть автомобиля можно прям вживую увидеть весь этот процесс как это все выглядит цельным куском пленка прикладывается к боковой части автомобиля далее они будут ее вырезать искать лекалить на жаргоне оклейщиков чтобы под каждый элемент у нас был отдельный кусок пленка то есть на автомобиле всегда индивидуальная оклейка нет каких-то готовых лекалов с которыми мы работаем мы всегда все делаем цельным куском чтобы максимально пленку подвернуть под все места что было минимальное количество стыков и казалось что автомобиль как будто бы и вовсе без пленка но при этом он теперь точно будет защищен итак продолжаем рассказ про range rover который как раз таки мама буквально только что показывали сейчас у нас вся боковая часть автомобиля оклеена и что хочется показать точнее хочется показать то чего вы не увидите а именно то как оклеена пленка везде у нас все подвернуто под все элементы так чтобы абсолютно не видно было никаких стыков и пленка была абсолютно невидимой хороший показатель того что пленка качественно оклеена на автомобиле это то что ее не видно еще раз и собственно с этим мы всегда справляемся качественно оклеиваем машины и двигаемся дальше бмв x7 к нам приехала в работу перед эта машина новая рестайлинговая и на нее мы устанавливаем выдвижные пороги электрические очень удобная функция на самом деле для внедорожников высоких машин и так далее потому что при посадке часто бывает такое что пачкается одежда когда вы цепляете ногами за пороги и очень неприятно остановится да и в принципе посадка бывает не такой удобной как если бы она могла быть с теми самыми выдвижными порогом который мы сюда устанавливаем даже на новые автомобили рестайлинговые не будь то не просто x7 допустим китайские автомобили и так далее которые сейчас принципе очень много многие думают что на них нет запчастей у нас все есть можете смело обращаться заказывать по этой машине дополнительно мы заклеим еще переднюю часть прозрачный полиуретан для ее защиты и уже мы установили комплект до оснащения акустики bowers and wilkins очень классно преобразился салон это самая богатая акустика на бмв плюс эти вот уголки динамики которые у нас идут с подсветкой в общем особенно ночью эта атмосфера будет ощущаться очень классно в этом автомобиле с такими новыми элементами дизайна по салону а сейчас мы вам покажем как максимально бюджетно преобразить ваш автомобиль у нас имеется хендайк центра первых до непривычная машина для наших стен про тюнинга но при этом она тоже заслуживает тюнинга и мы естественно это сделал максимально качественно здесь у нас и видите подход не совсем стандартный потому что машина ну года берут свое и восстанавливать такого красное покрытие будет к сожалению слишком дорого поэтому решили пойти опять же более бюджетным путем все недочеты которые у нас есть по кузову мы под шпаклевку и уже после этого выравниваем поверхность чтобы потом наклеить вот это вот прекрасную пленку это у нас зеленый мат я думаю сейчас на камеру наверное будет немного серовато но на солнце этот цвет будет очень классно раскрываться и офигенно смотреться на этой машине и ну что делает больше всего внешнего вида в автомобиле конечно же это диски вот такие вот колеса у нас здесь будут стоять это 16 радиус до вроде бы небольших но для акцента это в принципе более чем достаточно и вот таких вот два элемента которые очень сильно преобразят машины во первых это смена цвета пленка которую мы сюда наклеим и очень классные диск который будет здесь установленные машина прям загорится и точно будет выделяться из потока а что с ней получится по итогу я думаю вы увидите уже на следующей неделе друзья еще рад сообщить что мы открыли нашу detailing школу так что можете скорее записываться вот как раз так и на примере нашего автомобиля который мы сейчас делаем это kia сид и на ней производим полный комплекс detailing химчистки ну в принципе абсолютно всего начиная с салона сейчас как раз таки ребята у нас занимаются этим наш мастер константин от можешь подойти сюда кость вот этот человек будет вас всему обучать расскажет как правильно ухаживать за вашим автомобилем и сделает это в лучшем виде все может управляться работать также на этой машине уже мы помыли подвеску и сделали химчистку подкапотного пространства в общем максимально все детально будет здесь проработана и ребята с новыми знаниями могут приступать к работе так что скорее записывайтесь друзья на этой неделе у нас все надеюсь вам очень понравился этот выпуск а я хочу напомнить что все автомобили мы делаем в нашем центре по адресу город краснодар улица российская 313 прямо здесь и совсем скоро у нас для вас будет кое-что интересное поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки этому видео и напишите какой автомобиль из этого выпуска вам понравился больше всего